Деловая программа в полном разгаре, мы сегодня общаемся с нашими гостями. Андрей, здравствуйте, как настроение? Здравствуйте, хорошее, хорошее рабочее настроение. Расскажите, вот первая половина дня уже, можно сказать, подошла к концу. Что интересного сегодня было в формате наших диалогов? Ну, я считаю, что самое главное для меня это обсуждение взаимоотношений с поставщиками. То есть я считаю, что самый главный вопрос это выстраивание таких долгосрочных, нормальных, ровных, спокойных рабочих отношений. И ключевое, что я услышал сегодня, это то, что сети сейчас стараются выстраивать работу таким образом, чтобы не допускать конфликтов, но если они возникают, выстраивают какие-то нейтральные способы решения этих конфликтов через медиацию, через рабочие группы. И я считаю, что в конечном итоге сейчас особенно в условиях пандемии, когда мы все находимся в таких необычных для нас условиях, чтобы мы максимально ровно взаимодействовали и сотрудничали с торговыми сетями. Я так понимаю, что рынок изменился очень сильно и для поставщиков, и для сетей. Это большой вызов, вызов, к которому не все были готовы. Скажите, как прошел ваш переход к гибридной форме работы? Вы знаете, ключевое, конечно, было в том, что мы не понимали ценообразования, себестоимость резко менялась, потому что и завоз продуктов, запчастей осложнился. И, конечно, для нас было очень важно, чтобы мы быстро, оперативно с торговыми сетями согласовывали изменения условий, которые в результате произошли. Ну и, естественно, корректировка потребления тоже произошла. Во-первых, конечно, радикально выросла интернет-торговля, интернет-доставка изменилась, и логистика она существенно осложнилась. И поэтому, конечно, вот должен сказать, что напряженная ситуация мобилизует. И я должен сказать, что сейчас в этих условиях даже взаимодействие улучшилось, потому что и торговые сети, и мы заинтересованы в том, чтобы оперативно продукция попала на полки, а, соответственно, к потребителю. Время бежит очень быстро. Я знаю, что год 2020, вы знаете, не для кого-нибудь секрет, уже практически стремится к завершению. Есть ли у вас какие-то ожидания от этого года? Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы он прошел с минимумом дополнительных сюрпризов, потому что, ну, кто бы нам с вами сказал 8 месяцев назад, что будет то, что произошло в этом году. Поэтому, конечно, хотелось бы перейти на такой ровный режим работы. Но, с другой стороны, я думаю, что это очень хороший для нас урок, для того, чтобы на будущее какие-то вещи... Ну, мы прошли определенный стресс-тест. И в этом стресс-тесте сильные станут еще сильнее. И я надеюсь, что нас не ждут какие-то еще радикальные сюрпризы в будущем. Ну, надеемся, что действительно год 2020 завершится без потрясений. Давайте друг другу пожелаем хороших, эффективных бизнес-показателей. Взаимно. Так и, надеюсь, и будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!